У меня тут есть друг сопровождающий меня по кличке Бусинка, он же Бусик, Буся. Итак, ну что, обзор печки. Печки, которая является фабричной. Это я не сам её сделал, да. Печь называется Велте, и она предназначена, тут написано ещё в словах, как глазурь и краска. По сути, все вот эти круглые печи, где верхняя загрузка, они были придуманы с одной простой целью. Это печи для обжига раку, так называемого. То есть, чтобы можно было легко доставать изделие, когда печь горячая. Ну, расскажу, что за печь. Значит, сверху всё это дело покрыто, обведено нержавеющей сталью. Нержавеющей сталью и снаружи эта нержавеющая сталь связана такими соединениями. Вот таким вот образом. Это как у нас хомуты делаются. То есть, просто к стали они заклёпками приделаны, и кирпич, который внутри, вот таким образом стянут. Внизу находится рана, на которой всё это стоит. Вот здесь уже, вот я прикасаюсь, стали никакой нет, там просто кирпич идёт. Вся конструкция на колёсиках, то есть, печь перекатывается. Снизу есть такой вот затвор. Затвор, это либо мы открываем, чтобы доступ воздуха был снизу, либо мы его закрываем, если доступ воздуха не нужен. Дальше. Печь. Здесь, с этой стороны, вы видите тоже вот эти стяжки. То есть, одним листом, ну, как бы она так обжата. С обратной стороны этой печи есть задняя её часть. Она закрыта вся вот этим вот кожухом. Там выполнены сами соединения спиралей. Ну, и я тоже разобрать её не могу. Посмотреть, что там. Ну, там через дырочки, то есть, там тоже есть какой-то усилитель мощности, который даёт возможность работать этой печке. Конструкция выполнена таким образом, что вы видите, как открывается крышка. Здесь есть небольшие усилители с двух сторон. Саму крышку отбивает вот такая вот конструкция сама, которая держит крышечку. И крышка – это просто мулитовые кирпичи. Это необычные... Что нам? Хе-хе-хе. Это необычные кирпичи, которыми мы легковесно им пользуемся. Это тот же самый шамотный кирпич, но с добавлением мулита. То есть, они такие... Когда вы их трогаете, они напоминают немножко пенопласт такой вот. Или ещё и... Ну, не знаю, как эти утеплительные материалы называются. То есть, он такой как бы немножко мягкий. Есть отверстие для того, чтобы выходили газы. Вот этот сам кирпичик. Вот видите, как он как бы так немножко крошится. Вот просто закрывается это отверстие. Здесь что мы видим? То есть, видно, как выполнена эта обжимка, как кирпичи обжаты. Есть ручка для того, чтобы удобно открывать её. Внутри построено каким образом? 10 кирпичей по кругу, распилены под углом. И по высоте сделаны 5 кирпичей. Вы видите, что всего получается здесь 8 спиралей. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Спирали расположены немножко так вот необычно. Внизу 2 спирали. Они находятся в одном кирпиче. Потом идёт следующий этаж. Вот он здесь. Здесь в одном кирпиче только одна спираль. Следующий этаж снова 2 спирали. Следующий этаж одна спираль. И самый верхний 2 спирали. Ну, достаточно равномерно распределено. Вот термопара. Калпачок этот, она встроенная туда. Она измеряет. Она выполнена немножко выше средины. Получается на стыке между третьим кирпичом и четвёртым кирпичом. Далее. Ну, здесь проволока стоит где-то 1,6-1,8 мм. Даже 1,8 не будет. Где-то 1,6-1,7 мм толщиной. Ну, что за проволока, я не знаю. Скорее всего, кантал. Внизу донышко тоже вот кирпичное. Кирпичики все эти они, так же, как я и сказал, этим кожухом снаружи соединены. И вот отверстие, куда подаётся сам этот воздух снизу. Далее. Вся изнутри она вот обмазана таким белым, немножко на пальце. Берётся вот ангобом для того, чтобы если где-то глазуешь, чтобы она не пристала к кирпичу, не вырвала кусок. Ну, сама ещё крышка. Кстати, объём этой печки где-то вот порядка 100 литров. И снаружи, чтобы не в кирпичи кожух врезался, вот идёт какая-то такая ткань. Она тоже огнеупорная. Очень сильно она мне напоминает стеклоткань. Обычную нашу стеклоткань. Закрывается она таким вот образом. Ну, и чтобы на всякий случай она не открылась, есть застёжка. Вот она так ставится, потом закрывается, и сюда можно замочек вешать, чтобы изделия, наверное, не убежали оттуда. Вот такая вот конструкция. Весит она достаточно немало, поэтому вот она на колёсиках так катается. Значит, ку-ку. Вот сзади, просто тут неудобно будет показать камеры, ну, тут находится сама эта наклеечка, на которой написаны параметры печи. Значит, объём её 100 литров, мощность её 7 киловатт, максимальная температура 1300 градусов по Цельсию. Ну, что смог, рассказал я про эту печку, мы её скоро будем, не то чтобы испытывать, она уже испытана, мы будем обжигать изделие, ещё она, наверное, пробежится у нас с нашим видео. Показал её для того, чтобы просто поближе вы увидели, узнали, как делается именно фабричная печь, а то обычно просто только фотографии, и иногда может кто-то что-то там напишет, расскажет, подскажет. А, ещё забыл, толщина стенки всего лишь 8,5-9 где-то вот так сантиметров. Толщина вот этого кирпичика и толщина стенки. Ну, я вот, интересно будет посмотреть, как она греется или не греется снаружи, когда мы её нагреем. Так, ну и что ещё идёт в комплекте к этой печке? В комплекте к этой печке идут лещатки. Раз, два, три. Три лещатки круглые. Сейчас я покажу. Вот они такие. Толщина у них там сантиметр, чуть больше сантиметра. Они тоже намазаны ангобом. Ангоб идёт тоже к этой печке, то есть им намазывают вот эти лещатки, саму печку. Дальше идут всякие вот такие вот стойки. Для того, чтобы ставить друг на друга эти лещатки. И идут ещё стойки круглые, пустотелые внутри. Тут вот ящичек. Они есть разных размеров. Больше, меньше. Достаточно такие прочные. И что-то ещё шло внутри, но я не знаю, к сожалению, что шло внутри. Какая-то толстая плита была, но, видимо, она разбилась. История умалчивает это всё. Вот такими делами она комплектуется. По поводу греется ли печка, когда проводится обжиг в ней. Да, греется и очень-очень сильно. Не то, что нельзя прикоснуться, а вообще... Вот водичку я немножко так брызгаю, и как на утюге шипит, и сразу же она, в общем-то, испаряется. Здесь прикоснуться при температуре выше где-то 400 градусов внутри, и снаружи уже прикоснуться тоже нельзя. Когда уже 300 градусов, уже нельзя держать руку. Очень горячая, где-то градусов 80, наверное. Вот поэтому от этой толщины, как по мне, её не хватает. Для... В общем-то, для нормальной теплоизоляции она, конечно, быстро разгоняется, эта печка. У неё мощность 7 киловатт, она подключена к трём фазам. И, естественно, она может за 3 часа разогнаться до 1240 градусов, как бы без проблем. На это она рассчитана, ну, только за счёт мощности. Остывает она тоже очень быстро. За 1 час падение где-то на 150-200 градусов. Это в районе высоких температур. Далее. Мы провели обжиг в ней, он утильный. Вот как работает этот программатор. Сейчас здесь вот видите, какая температура 488. У него есть 4 программы. Программы уже занесены на производстве, и изменить мы их не можем. Мы можем изменить только верхнюю температуру, до которой мы нагреваем. Первая программа, это переводится как утильный обжиг или сырой обжиг. Длится 6 часов. Сейчас я покажу. Вот эта инструкция к ней. И здесь вот эти 4 программы, они как бы, получается, занесены. Вот первая программа 6 часов, она длится. Остановка в 650 градусах, и это изменить нельзя. Максимальная 960 градусов, но мы можем её поставить выше. И выдержка 15 минут. Вторая программа. Называется она Декор. Это программа для запекания красок на фарфоре. Печка, по сути, была куплена именно для этого. В первую очередь, а потом захотелось уже заниматься девчатом керамикой. Третья программа. Во второй программе прописаны просто режимы для запекания этой краски. Третья программа, это глазурный обжиг. Вы видите, что 1050 градусов достигается за 3 часа. То есть, вы поставите уже обожжённое изделие, покрытое глазурью. И за 3 часа она нагревается до вот этой температуры. Остановка будет происходить на 450 градусов. Вот эта программа третья. До 1050 нагревается. 15 минут в конце выдержка. Сколько остановка, я не знаю. То есть, какая выдержка. Может быть тоже 15 минут, может быть больше. Ночью делали обжиг. Прозевали этот момент. И четвёртая программа. Она длится тоже 3 часа. И за 3 часа разгоняется печка до 1220 градусов. Это уже обжигается фарфор, соответствующий глазурью. Всё, что мы можем изменить, это вот знаками температура плюс, температура минус, верхнюю полочку. То есть, нужно нам, например, до 1000 утильным делать. Мы можем добавить до 1000. Вот и всё. Ещё такой момент, когда печь, если мы делали обвар, первое наше изделие, девчата, когда мы открываем печку, когда вот как только мы поднимаем крышку, то сразу же срабатывает контактор и печь выключается. Питание не подаётся. Ну что, по сути, вот я как мог рассказал, что мог рассказал, где смог залез. Цель этого видео заключается в том, чтобы просто показать вам, как выглядит поближе эта фабричная печь. Такие же самые делаются фирмами Набртерм и так дальше. И чтобы вы увидели, как, да что, да почему, да где, да куда. Вот, потому что это я показывал только свои самоделкины, вот, а это интересно посмотреть именно на видео, а не только как на фотографиях показывают. Ну, на этом обзор я свой завершаю.